так какие чё там у нас переодеться не то так и нельзя скипать если я буду скипать то не получится так не помню нельзя скипать тут можно скипать тут можно да лол steam market это торговая площадка аккаунтов steam vk origin you play и многие другие для покупателей есть специальный бот который проверяет все аккаунты на их работоспособность а если ты барыга то для тебя самые низкие комиссии и моментальные выводы и не забудь про наш форум где тебя ждет халява окей но не работает мы нельзя было скипать тоже вот я нажимал я нажал вот я нажал смотрите видите не сработало по центру я нажал не сработало она не работает сработало тут не скипать тут нельзя скипать они тут можно было скипать так таки она не работает опять и за счет она я не могу игру закончить я не могу закончить группа что не работает тут управление не работает мне сказали не скипать кат-сцены я попробую ни одну кат-сцену не скипать но управление реально не работает я не знаю что делать зажимаешь левую кнопку мыши и измешки зажимаешь левую кнопку мышки вешь правую потом на трое это зажимаешь право блять зажать левую и нажимай правую нажимаю смотрите и чё ура блять ай дидэт ой великий сил как это было сложно это было настолько сложно это было прям вообще просто нереально супер мега пупер гипер сложно я рад чё у меня с экраном опять так должно быть или что добавляет 35 процентов урона при идеальной атаке так это вообще по идее супер мега ультра жестко Vorsp 여보세요 еле еле левую о только этими арт кам왔 него у это это а как они так быстро убили меня не тронули сагони хп зомби фашистки зародыш блядь сака внести пиццы трубы для продолжения Ого. Вроде не сильно. Ничего такого. Коман, дизбит на метрунс! Это было довольно хорошо Эээ, что происходит с этими странными ребятами? Сгусток стволовых клеток Омега-люль О, у меня шикарная катана открылась Ого, блядь! Посмотрите, какая она жёсткая Дышу тугнуть Бабики съедают мою мозг! А-а-а-а! Так Чё дальше? Это всё, это всё! Абсолютно! Код Грин! Это не безопасно! Скажи всем университетам, что университет был содержимый! Это не содержимый! Что ты говоришь? Это не содержимый! Ты не понимаешь! Клои Кардашиан была здесь сегодня сегодня Доброе утро! Она была... Большая спорция, которую я никогда не видел! О, блядь! 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 О, это реально! О, блядь! 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 Это был урон, типа, на нём? Чё происходит, чил? Нож хватит. Надо похилить миграя шолика А ну? Хаяяубий умничай В мой вкус будут крыльства Не понял, он отхиливается? Нет, он не отхиливается, у него меньше хп. На нём кровотечения висят или нет сейчас? Стоп, он отхиленный. Так, подождите, а что происходит? Как он отхиливается? Как его убивать? Ну её надо пуповину убивать сначала. Стоп, он отхиленный. Судя по всему. Смог бы не хилить, если знал, что там сработает. Смог. Смог. Смог ты! Теперь побеждаем. Это плохо. Хорошо, я выиграл. Помолчи, тупо мегамозг. И после того, как Папанистер на многотысячную аудиторию кричит Шайзи, у кого-то есть сомнения, что нужно денацифицировать Украину. Чел, чё за, блядь, тупые рофлы? Даже не знаю, что это значит. Денацифицируй себя, ебало. Чему им будут золотать босса? Куда звонишь? АУЧ! Ты кто? Инвестируй 20 долларов. Я их просто проебал. Гениально. Гениально. Жизненно, чё? Ха-ха-ха. Okay, people. Nothing to see here. There's a mu- Субтитры делал DimaTorzok 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 Сфотографируйся Добавил DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Высокие чувства, эмоции. Пример хорошего... Хорошего восточного произведения. Про всякую драму, про предательство и прочее. К примеру, фильм «Алтбой» есть такой известный. Не знаю, может, в курсе. Надеюсь, в курсе большинства зрителей. По-моему, 2003 года фильм «Алтбой». Но там сюжет — это то, ну... Скажем так, каким должно быть вот такое вот аниме. Я знаю, что узкоглазые любят про такое всё снимать. Всякие какие-то просто нереальные драмы. Как кто-то кого-то предал. Там история мести длиной там в миллион лет. Но то, что я увидел в «Берсерке», это просто блядь вообще. Она не чувствуется продуманным, прописанным. Она смотрится как мультик детский. Она смотрится как черепашки-ниндзя. Просто представьте, вы смотрите «Черепашек-ниндзя». Там, не знаю, 20 серий, потом первый сезон, второй сезон. А в самом конце внезапно, в самых последних сериях «Сплинтер предаёт черепашек-ниндзя» и скармливает их живьём Шреддеру. Или этим вот свиньям Шреддера. У этого Шреддера было две свиньи, правильно, какие-то его миньоны. Вы посмотрели два сезона «Черепашек-ниндзя»? И в самом конце, 24-25 серии, «Сплинтер» скормил своих черепашек-ниндзя Шреддеру. Его миньоном. Шреддер, короче, со «Сплинтером» сидели, рофлили, как эти два свина поедают черепашек-ниндзя живьём. Вот они их съели, порофлили. Типа охуенно поживились. Найс. Вот. Это примерно «Берсерк». «Вместо Южного парка в колесо предыдущего Аука и крутания его. Наслед стрим уже контент будет. Если ты, конечно, не на скет, и чё его делать собрался?» Я ничего не понял. Какой смысл в этом? Тихо. Он меня услышал, походу. Я обосрался. Я обосрался, он меня услышал. Я идиот. Он меня услышал. Блять, он меня услышал. Да оно... Да оно похоже, блядь. Держи в курсе. Я обосрался из-за того, что на донат отвечал. И типа я сделал лишний шаг, и он меня услышал. Если бы этого не сделал, он бы меня не услышал. Сложно, так сказать, топ-1 сериал. Но вообще несложно, на самом деле. Первый сезон «Побега из тюрьмы» запомнился как самый лучший, как самый интересный. Но, мне кажется, так субъективно к нему отношусь. Но просто мне его было очень интересно смотреть даже при пересмотрах. Прям очень интересно. Топ-1 сериал «Эвер». Окей. Давай... Ну... Какие варианты есть? «Prizem Break» первый сезон. «Лост» первые два сезона. «Клан Сопрано». Ну, по факту называется просто «Сопрано». «Клан Сопрано» — это чисто от себя тина. Он не называется «Клан». Там нет никакого клана, блядь. Что еще? «Рим», конечно же. «Прослушка». Но «Сопрано» намного интереснее пересматривать, чем «Прослушку». По крайней мере, фрагменты оттуда. Короче, это должно быть по-любому одно из трех. Или «Лост» первые два сезона, или «Prizem Break» первый сезон, или «Сопрано». Вот, одно из трех. Какие бы ни были охуенные «Рим» и «Прослушка», хотя в целом, как бы, ну... Типа, вообще невероятного уровня сериала, который уже... Ну, такого уровня уже просто нет. Ничего подобного не снимают. Подобного качества «Сопрано», «Рима» или «Прослушки». Буквально вот первые два сезона «Лост» — это то, после чего начались вообще в целом сериалы, индустрия сериалов развилась из-за чего. Потому что они были настолько охуенные, что, ну... Что все начали пытаться повторить успех, а потом уже что-то свое начали делать. Вот я реально помню, до «Лоста» не было полноценных сериалов. Не было. Ну как, «Твин Пикс» типа был от «Линча» когда-то давно там. Именно с «Лоста» начались эти вот, ну, полномасштабные сериалы по куче серий. Кстати, мне тогда больше нравилось. Тогда снимали сезон, допустим, там, 20 серий, 25 серий. А сейчас снимают сезон вот тот же вот «The Boys». Один сезон, 8 серий, блядь. 8 серий! Это что такое? Это не почувствовал. Тупо новичув. Короче, я не хочу называть тупо один сериал «Эвер», но самые лучшие сериалы за всю историю — это первый сезон «Побега», ну, «Prizem Break». Первые два сезона «Лоста», «Сопрано» все сезоны, в принципе. Ну, кроме первого. Первый сезон, ну, как бы, намного слабее остальных, но в целом «Сопрано» супер охуенный. «Рим», очевидно. И «The Wire» прослушка, вот. Вот эти пять сериалов — это лучшая за всю историю. Сезоны «Побега» после первого, ну, супер хуёвые. Именно первый только сезон котируется. После «Лост», ну, в смысле «Лост» после второго тоже супер хуёвые. Ну, они все хуже, хуже и хуже. Второй сезон «Побега» еще смотрибельный кое-как, потом уже с третьего несмотрибельно. Третий сезон «Лоста» тоже смотрибельный кое-как, потом уже несмотрибельно. О, чел ранен, найдет. Это мальчик. Это у меня чел. Опять куски говна, но продам по-быстрому. Я лучше «Звоните Солу» не смотрел, повторяю еще раз, потому что, ну, какой интерес, если ты знаешь судьбу персонажей. Мне не было интересно его смотреть. «Во все тяжкие» охуенный сериал, но это не уровень старых сериалов, типа «Рима», повторюсь, «Сопрано» и «Прослушки». Это, ну, его часто сравнивают, на этот уровень пытаются, как бы, ну, вознести, но это ни хуя даже не близко. «Во все тяжкие» лично я оцениваю на 6,5 баллов из 10, 6,5, в то время как «Сопрано» я готов оценить на 9,5 или на 9. Да, вот 9 или 9,5, то есть, ну, просто лучшее из лучшего, считаю, что. «Рим» не знаю, на 8,5. «Мистер Робот» Я пытался смотреть «Мистер Робот». Короче, с первого сезона мне вообще, ну, не нравилось. Я бы оценил максимум на 4 балла. Мне главный герой не нравился, ну, я считал его придурком конченным. То есть мне вообще главный герой с первой серии не понравился. Я считал вообще его, ну, дегенератом ебаным. И он мне на протяжении всего первого сезона не нравится, он мне постоянно не нравится. Мне, в принципе, он никогда не нравился. Далее. Второй сезон «Мистер Робота», где-то вот половина второго сезона, по-моему, первая половина, мне было более-менее интересно смотреть. То есть, ну, мне было нормально. Короче, «Мистер Робот» вообще не нравится. Я его дропнул после второго сезона. Короче, «Мистер Робот» держу за говно. Мне в целом не нравится, не знаю, философия, психология, все угодно не нравится в этом сериале. Мне не нравится, как рассуждает главный герой. Я его буквально с первой серии считаю просто, блядь, ну, очень невероятным дебилом. Когда бесконечное лето. Когда-нибудь может быть! Чего у меня души с этим бесконечным летом? Вы думаете, у меня сейчас есть настроение по КД миллион диалогов зачитывать разными голосами? То есть, ну, я не знаю, почему я вообще тогда решил, типа, каждой девочке какой-то свой голос сделать. Ну, пришло просто в голову, я их озвучивал по-разному. То есть, я не думал об этом перед стримом, очевидно. Я даже не знал, сколько там персонажей будет. Наверное, я просто на автомате это делал. Но если играть 7 дней лета, там же намного больше будет текста и всего, блин, и всего. У меня нет настроения, я не хочу. Да еще много причин есть, почему я не хочу. А как тебе российские сериалы? Бандитский Петербург? Ну, Бандитский Петербург это легенда. Или еще что-нибудь? А если, в общем-то, смотрел Доктора Хаус и Сорвиголову? Сорвиголова говно какое-то детское вообще, ну, ни о чем. Доктор Хаус, первые 4 сезона охуенные. Особенно 4 сезон мне понравился. Мой любимый сезон в Докторе Хаусе как раз четвертый. И концовка 4 сезона там была вообще, ну, охуенно, по-моему. Бригада это довольно-таки, ну, не знаю, этот сериал был супер популярный в свое время. Когда он вот выходил по телеку, его там все по КД обсуждали. Ну, вы знаете, что это было, короче. Он дурацкий был, довольно-таки детский. И вот эта вот, знаете, романтизация, романтизация, грубо говоря, мразей всяких. И дурацкого образа жизни. То есть намного интереснее смотреть что-то более взрослое, типа Сопрано. Там не показывается более-менее как есть. И что из себя как бы представляют бандиты. А не, типа, делать из бандитов героев каких-то там, какие они крутые, классные. Это смешно просто, блядь. Типа, такое вот такое может нравиться, правильно, подросткам. Прям вот именно нравится, сильно нравится. Там буквально 13-летним. Мне тоже когда было мало лет, я не спорю, я смотрел с интересом Бригаду, но я никогда его не считал крутым сериалом, даже когда мне было мало лет. Прям реально каким-то суперкрутым. Просто реально, да, было интересно смотреть. Сейчас мне не было бы это интересно смотреть, в принципе, ну, как бы. А Бандитский Петербург это, ну, легендарный сериал. Именно вот первые сезоны. Второе особенно. Второе это, наверное, лучшее вообще. Что есть из русскоязычных сериалов. Второй сезон конкретно Петербурга-Бандитского. А потом там такое говно начали снимать в продолжениях, и он вообще несмотребельно. Он знает, что я здесь. А нет, не знает. Но меня слышно было, когда я вот это вот делаю. Если чел в наушниках, то меня слышно, он без наушников. Типа вот с такого расстояния, если я вот так вот делаю, вот так вот, это слышно на расстоянии, там, не знаю, метров 10 или больше, и за стенками, блядь, железными, каменными, неважно. О, еще. Тогда я подожду еще. Хули нет-то. Еще чел. Ну что, заходи, хули ты. Кто там с кем разговаривал? Это челка разговаривал с диким или че? Или дикий с диким? Знает ли он, что я здесь еще сижу? Он даже не стал чекать. Второй дикий был. Там еще люди, походу, есть. Я боюсь дверь закрывать, потому что они меня атакуют сразу. Че мне делать? Как я это заутаю второго? Это, это бот. Окей, там не было людей уже или что? Это человек идет? Это человек вроде. Он не заходит. Значит, это человек. Надо сделать вид, что я дальше лутаю. Но он же слышит, то, что я лутаю. Там человек стоит 100% один. Ну, типа, человек дикий. Короче, еще заебал. Ну я так и знал, что там человек, блядь. Пошел нахуй, короче, дал он, елбаный. Ладно, скоройте, чем я побуду. Ебать, он меня почти убил. Как его не пробивают через стену? Этот патрон же не пробивают. Че-то в шепот. А толку его ждать там вечно? Мне так уже инвентарь забит. Тем более, это очередной дикий. Здорово, Артас. Вношу свой первый спаснорский сапш. Вопрос касательно персонажей в сериалах. Раз уж речь зашла. Какие персонажи из фильмов, игр и сериалов тебе больше всего запомнили? Ой, сложно! Запомнившиеся персонажи. Мне обычно запоминается история в целом, а не какой-то отдельный персонаж. Потому что, понимаешь, очень тяжело вырвать персонажа и как бы обсуждать его вне контекста истории. Запомнившийся персонаж. Да, блядь, миллион персонажей запомнилось. Откуда я знаю? Мне тут такого прям был какой-то любимый персонаж, кстати. Мне такого никогда не было. Ну, просто из-за того, что я обычно по жизни никем не восхищаюсь, понимаешь? Это с этим еще связано. Если запомнился сериал, то и персонажи запомнились. Ну, вот так вот. Тогда, опять же, мы возвращаемся к самым лучшим сериалам. Я умру сейчас. Да что сделать? Их трое, блядь! Да, троих я не могу победить. Три дауна в пати, блядь. Ну, какого хуя? Зря я перезарядился. Если я не перезаряжался, я бы этого убил сейчас и потом другого убил. Но это была супер ошибка перезарядиться. Прощавай ты.